В настоящий момент сотрудники госавтоинспекции Рязанской области ведут усиленный контроль за соблюдением закона на дорогах. В частности, особое внимание уделяется соблюдению водителями требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, а именно требований к сверхпропускаемости стекол автомобилей. Согласно нормам технического регламента, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность, должно составлять не менее 70%. Водители, не соблюдающие данные требования, привлекаются к административной ответственности. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, устанавливает наступление административной ответственности, предусмотренной частью 3.1 ст. 12.5 КОАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Инспекторы ДПС регулярно проводят плановые рейды по выявлению таких нарушителей. Сегодня, во время одного из рейдов, был привлечен к административному наказанию житель села Мордасово. Светопропускание стекол его автомобиля крайне не соответствовало требованиям технического регламента. Водитель приора Константин 302, Ольга Николаев, право останавливаемся. Останавливаемся поправее. Не видно, куда вас прислонять, за какой степень литонирования? Да, вот. Светопропускаемость стекол составляет 6,3%. Понятно? При положении 75. 9 марта инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2112. Светопропускаемость передних стекол машины не соответствовала нормам технического регламента. Также в ходе проверки документов выяснилось, что водитель ранее привлекался к ответственности за такое же правонарушение. В его случае наказание было назначено судом. 9 марта на нарушителя был составлен административный материал по части 1 ст. 19.3 КОАП РФ. Материалы данного правонарушения были рассмотрены в судебном порядке. Судья учел смягчающие обстоятельства, а именно раскаяние молодого человека в содеянном и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. По словам нарушения, свою вину он полностью признал и более не намерен использовать на своем автомобиле пленки, снижающие светопропускаемость передних стекол автомобиля. По статистике госавтоинспекции, в Рязани каждая четвертая машина имеет стекла с явными нарушениями норм законодательства. Всего с начала текущего года сотрудниками ГИБДД Рязанской области привлечено к административной ответственности более 3800 водителей, управляющих автомобилями со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует установленным требованиям. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Продолжение следует...